Усиление мер безопасности образовательных организаций республики обсудили на внеочередном заседании антитеррористической комиссии под председательством Бату Хасикова. После недавней трагедии в Казани по всей стране проведены мероприятия по мониторингу учебных заведений на предмет безопасности. Глава региона призвал представителей исполнительной власти отступиться от формального подхода и включиться в работу всем сообща. Все мы помним и глубоко осознаем недавнее происшествие, случившееся в городе Казань 11 мая. Это ужасно страшная трагедия, учитывая то, что погибли дети и сотрудники школы. Соответственно, данная проблематика касается каждого региона и с точки зрения защищенности подобных учреждений здесь к совершенству нет пределов. То есть постоянно нужно на это обращать внимание. Совместными усилиями. После этой трагедии мы провели свой штат по принятию мер. Соответственно, были доклады, выявили сильные стороны и слабые стороны. В данном случае один из приоритетов в наших решениях являлось то, что нам нужно больше взаимодействовать. Сверять часы как в рамках подобных совещаний, так и в рабочем порядке. О результатах соответствующих проверок в Калмыкии доложил профильный министр Эрни Баринов. На текущий момент все объекты образования имеют паспорт безопасности, тревожную кнопку, наглядные схемы эвакуации и планы действий в случае чрезвычайной ситуации. Также в рамках усиления мер безопасности в школах, СУЗах и ВУЗах будет проводиться совместная работа с правоохранительными органами. Мониторинг показывает во взаимодействии с нашими структурами, силовыми структурами, что мероприятие по линии разъяснительной работы с педагогическим составом не велась. И на сегодняшний день у нас после первого экстренного совещания по линии АТК мы начали проводить работу с Министерством внутренних дел и Росгвардией. Мы обсудили взаимодействие и приступили к работе и начали отрабатывать в городских школах. Мы провели совместные обучающие семинары с педагогами, психологами и социальными работниками, где был предоставлен видеоматериал, где были предоставлены презентации с работниками внутренних дел. И этот материал носил для системы образования достаточно уникальный характер. Почему? Потому что в системе образования данных материалов у нас не было никогда. На наш взгляд повышение квалификации в данном стандарте является очень актуальным. Почему? Потому что тонкости, скажем так, девиантного поведения со стороны молодежи, оно достаточно специфичное, которое постоянно меняется в рамках определенных трендов, которые задаются во всем мире. Поэтому на сегодняшний день считаем, что такие мероприятия нам нужно совместно с МВД проводить на регулярной основе. Также сотрудниками Росгвардии были проведены тактические мероприятия по выработке алгоритмики проведения эвакуации и создания различных чрезвычайных ситуаций. Глава региона призвал правоохранительные органы к более тесному сотрудничеству с Минобром. Сотрудники МВД на регулярной основе будут проводить встречи с учениками и студентами, педагогическим составом и родителями, где будут объяснять, как вести себя в случае той или иной чрезвычайной ситуации. Кроме того, в преддверии летней оздоровительной кампании поднимался вопрос безопасности детей в лагерях. Как сообщил министр внутренних дел Калмыкии Сергей Никифоров, полицейские уже провели обследование соответствующих территорий. Также на время отдыха к местам пребывания детей будут приближены наряды патрульно-постовых служб. Еще в ходе совещания был озвучен ряд предложений по усилению и совершенствованию мер безопасности образовательных организаций. Батухасиков поддержал предложение выступить с инициативой на федеральном уровне о внесении образовательных организаций в перечень объектов, которые подлежат обязательной охране подразделениями Росгвардии. Однако тема требует более подробного обсуждения и доработки в вопросе финансирования.